Возведение образовательных учреждений профинансируют из федерального бюджета. Речь идет о завершении строительства нового здания третьей школы по улице Вятров. Кроме того, федеральные средства, предусмотренные для ясли и сада, на 60 мест. Дошкольные учреждения для самых маленьких жителей Наринмара появятся в микрорайоне Городецкий. Сдать объект должны до конца 2020 года. Алина Ваучейская продолжит тему. Прибыв на пустырь возле детского сада «Сказка», глава региона знакомится с проектом будущих яслей. Согласно документу, здесь должно появиться одноэтажное здание, в котором предусмотрены четыре стандартных группы для малышей от года до трех лет. По 15 человек каждая. Здесь же оборудуют музыкальные и физкультурные залы, пост охраны, пищеблок, медкабинет, прачечную, рабочие места для логопеда и психолога. Общая стоимость строительства – порядка 100 миллионов рублей. Причем 36 из них – средства федеральные. Это уже, собственно говоря, начало реализации этого национального проекта образования, то, о чем президент говорит. И это вот первый шаг, первые деньги, которые нам выделены на то, чтобы построить образовательное учреждение для детей ясельного возраста. До трех лет, да? Да. Как пояснил руководитель департамента строительства Александр Лидер, сейчас завершаются конкурсные процедуры по выбору подрядчика. Контракт с ним заключит уже в первой половине декабря. А уже к концу этого года на пустыре должны начаться работы по возведению яслей. Параллельно со стройкой дошкольного учреждения начнется оборудование подъездных путей, а также благоустройство территории. Может быть, мы тогда комплексно включим сюда и благоустройство? Я как раз сказал, что и вот здесь слева надо сделать благоустройство, тоже какую-то детскую площадку, чтобы там, если родители забрали детей из детского сада, могли там вместе поиграть, провести временно. Хорошо, мы тогда с Олегом Ивановичем переговорим. Это, получается, здесь первоочередное понятно, что у нас ясли. Второе должно параллельно строиться, дорога и благоустройство этой территории. И следующим этапом, после уже строительства, наверное, следующим летом, если все будет в порядке, посмотрите фасад сделать в тех же архитектурных решениях, чтобы сделать это неким единым пространством. Следующий объект, который проинспектировал Александр Цибульский, новое здание третьей городской школы. Здесь все идет согласно графика, часть помещений уже подключены к сетям теплоснабжения. Там ведутся внутренние работы. Для завершения строительства необходимо еще 775 миллионов рублей. 400 из них уже в 2019 году выделят из федеральной казны. Я хочу вам сказать, что мы получили поддержку. В следующем году федеральное финансирование на этот объект подтверждено. Здесь, надо сказать, так не просто это шло, но представитель правительства поддержал нашу инициативу. Благодаря нему мы, так сказать, со следующего года сможем наши региональные деньги направить на китыные объекты. Новую школу в микрорайоне авиаторов должны сдать в эксплуатацию к ноябрю 2019-го. Образовательное учреждение станет самым большим и современным во всем Заполярье. Школьный комплекс рассчитан на 700 обучающихся и будет состоять из нескольких зданий. Это основная и начальная школа, спортивные залы с пищеблоком и актовым залом, а также автокласс и автодром.